Где заработать всего за 30 секунд? Конечно, на Биномо. Зарегистрируйтесь и сразу получите 50 тысяч рублей на демо-счет. Только на Биномо вы можете зарабатывать даже без вложений. Почти моментальный вывод средств. Бездепозитные бонусы и подарки, еженедельные турниры и денежные призы. Убедитесь сами прямо сейчас. Салончик, Вова, салончик. Мы зашли, пожелать вам хорошего дня. Хорошего продолжения дня, точнее, хорошей энергии. Никто не болеет, все нормально. Мы в делах, трудимся. Что, ребята, кто тут есть? Давайте быстренько с кем-то пообщаемся. Буквально пар человек. Когда трек выйдет? Ты о каком-то треке конкретно спрашиваешь? Гастроли, нет, не закончились. Они у нас не кончаются вообще. Мы хотим посетить все города. У нас крайний концерт был в Перми. Невероятный концерт. Еще раз спасибо всем. Перми, это пиздец. Так, смотрим, кто у нас здесь есть. Обновляется быстро. Давайте с кем-то она случайно. Просто едем. Блядь, все так быстро обновляется. Как мне пальцем попасть вообще? Допустим, я не знаю. Давай. О, Валерия у нас. Сейчас ждем Валерию, не знаю. Здравствуй, Валерия. Здравствуй, Валерия. Привет. Как у тебя дела? Как у тебя дела? У меня все отлично. У тебя все отлично. Улучшила такая. Подождите, а правда зовут Кирилл? Нет, я обманываю всех. Нет. Я обманываю всех. Как? Я обманываю всех. Я обманываю всех. Ну как тебя зовут? Иннокентий опасный. Иннокентий опасный. Иннокентий? Да. Я не похож на внутри. Я не похож на Иннокентий? Нет, я похож на ТПС, да. Можешь называть меня какого-то. Можешь называть меня. А что я себя слушаю? А что я себя слушаю с телевизора? Ты играешь на телевизор? Нет. Я не знаю. Вот блин. Вот блин. Ты через колонну сзади, Майри? Нет. Расскажи мне, сколько тебе лет? Мне? 18. Мне 18. Значит, тебя можно прямо. Да, уже можно. Расскажи, где ты учишься? Я вообще украинка, но учусь в Словакии. Так это классно. Давно? Давно ты же там живёшь? Третий месяц. Третий месяц. Третий месяц. Третий месяц. Я не думала, что ты опять впечатляешь. Я с Крымич в Полгород. С очень маленького города Днепропетровской области. Я думаю, ты его не знаешь. Скажи, может ты знаешь. Суникополь. Знаю, конечно. Знаешь? Да, знаю. Ну, так вот. Стоять, так. Стоять, так, стоять. Стоять. Стоять, так, стоять. 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 Стоять движение на дороге. Ну, Югиполь это круто. Югиполь это круто салюта вообще. Югиполь это такое себе место, на самом деле. Да ничего не такое, все. Как то место, у нас здесь. Ну не знаю. Я тебя не очень рада, что ты позвала в 17 лет. Как ты учишься? Тяжело, потому что на славанском языке. Но нравится. На кого ты учишься? Ну как это сказать? На кого я учусь? Управление, менеджмент культуры и туризма. Короче, на кого взяли, на того учусь. Да ну это жёстко. И по собственному желанию? Нет, я типа хотела сюда ехать учиться. Но я боялась очень. Меня взяли именно сюда. Я была только завтраком именно сюда. Я не думала, что когда-нибудь буду рассказывать это тебе. Но не только мне. Не только мне. Кстати, в Англии все пятеро тысячам я рассказываю. Ну как все знают? Ну круто, значит. Ты в Украину когда будешь возвращаться? Приеду на Новый год только. А потом, наверное, на рецепт. Сколько у тебя? Четыре года, да? Пять. Я тебе тогда могу пожелать только процветания. Спасибо. Обнимайся. Спасибо. Всем привет передавать. Всем привет передавать им. Ты тоже. Хорошо. Счастливо. Счастливо. Пока. Что, ребята. Вот с кем еще можно видеть? Тут люди прекрасные попадаются. Кто еще хочет пару слов на Кенчу кинуть? Я весь во внимание. Да, концерт в Москве это вообще был, короче, отдельный случай. Это... Вам спасибо, ребята. Тут пишут. Очень, очень. Я впечатлен. Это было невероятно и пиздец вообще. Я должен сказать, на самом деле, в каждом городе настолько свой вайб. Все, все просто разваливают по-своему. Очень круто. И больше всего, короче, я люблю людей на концертах. Тех, которые реально не стесняются. Некоторые купили билеты и... Короче, как вам сказать в двух словах. Лучше давать концерты на площадках поменьше, но с людьми, которые пришли реально разъебать. Ну, либо на побольше, но тоже с людьми, которые пришли разъебать. То есть, я веду к тому, что... Хочу сказать огромное спасибо. Вообще, отдельное спасибо всем тем, кто приходит и реально именно отрывается, а не просто стоит на концертах. Хотя у нас меньше. Потому это очень круто. В Москве, когда стали слэмиться под бурьян, я вообще охуел. В смысле, какой слэм под бурьян? Ну, это было охуенно. Спасибо всем. Пацаны там вообще дали огня. Мы редко выходим, короче, в люди редко. Не знаю, не знаю, так складывается, но мы постараемся, короче, почаще с вами общаться. И не только треками, а может как-то выходить что-нибудь рассказывать. Молодой человек. Меня зовут Володя. Мне 12 лет. Я учусь на флексера. Да, ты молодой пим? Люблю осень какао. Что еще сказать? Ты куришь сигареты? Ты пишешь имя своей любимой и куришь на окне, да? Я курю, братан, только по вечерам, когда особенно, ну, знаешь, отсвечивает мне всякая хуйня. Ладно, забей. Я не придумал. Шо вы куда едете? Мы едем, я тебе сейчас прям точный адрес скажу, хочешь? Давай. Бля, брат, тут таблички нет, я привык, я из маленького города всегда есть таблички. А здесь нет таблички. Мой вот мост видишь какой-то? А-а-а, я понял. Ага. Сейчас как-то табличка писать, я тебе обязательно ее прочитаю. Я только что оттуда. Вот у меня есть машинка, такси, если найдешь, подходи. Яндекс там, да? Да. Ой-ой-ой, это ты что-то палишь уже, братан, палишь. Ха-ха-ха. 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 А что, какая-то самая, ты не пропагандируешь курение здесь у нас в трансляции? Вы же дожники, правда? Я пропагандирую пару тяжек, не курение. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Буквально парочку. Нет, сейчас я хотел бы рассказать твою историю про это самое, про табак и вообще изделия табака. Да? Как это тебе... Давай, может, я тебе потом расскажу. Как-как все курили в семье, кто там не так неплохо. Ну, да. Ну, короче, курить нормально, ребята. Не, не надо очень. Ха-ха-ха. Слышишь, расскажи, а кто там кричит? Что за девочки на фоне кричат? Да хуй пойми, а ты какой-то... Я тут на районе. У меня же тут вчера перестрелка была, видишь, вот тут все отходят. А, только отходят от перестрелки, вон уходят прям, я вижу. Вон уходят, уходят, да. Они такие. Вот. Я на самом деле думал, что не будет слышно. Это почему? Ну, я старался так стрелять, чтобы не было слышно. А, в этом смысле. Ну да. Вы бенгерами поляли просто из окна. Слушай, ну... Покажи бороду, брат. Как мне здесь ее показать? Вау. А если я слышу, это правда еще, короче? Где я могу оторвать твой волосок, загадать желание, оно сбудется. По секрету, нет. Неправда. Но ты никому не говори об этом. Сука. Так и живем? Да. Так и живем? Да. Так и живем? Да. Да. Слушай, это очень серьезно. Да. Ну еще... Ты хочешь куда-то поступать? Или какую-то там академию скрипти? Не. Я отучился на социолога. Ага. А скрипка при чем тут? Я не знаю. Ты спросил, я отвечаю, но... Так-то я в рот ебал. Не знаю. Это самое. На самом деле ты прикольно выглядишь. Если вдруг ты когда-нибудь научишься играть на драмах и на барабанах, в принципе. Напиши мне в пирате. Может быть, мои люди с тобой свяжутся. Лады. Но мои люди свяжутся с твоими людьми. Я был рад пообщаться с кумиром. Вот. Давай на связи. Не болей. Ждем новых треков. Пиши, брат. Обнимай тебя. Очень рад был познакомиться. Если что, в натуре вдруг. Пиши. Кстати, послушай альбом иностранец. Тебе понравится. Мне так кажется. А, я хотел бы передать привет своему лучшему корешу из Черновцов Андрюхе Некрасову. Вот. Пользуюсь случаем. Через прямой эфир. Я думаю, до него это дойдет. В любом случае. Я думаю, до него это дойдет. Я думаю, если кореш, значит он тоже следит за нами. И соответственно, он все увидит. Я понял. Вот так и поговорили. А на самом деле у нас скучная трансляция это с детства. Я ожидал какой-то экшен будет. Мы сейчас будем соединяться с людьми. И вот с какими-то вот нескучными, да, и непонятными, никому не нужными, совершенно вообще бородатыми скрипачами. Странными вообще. Я даже забыл, как его уже зовут. Никогда даже его не видел. Странный мужик. Но я надеялся, сейчас какой-то экшен будет. Люди что-то будут рассказывать, что-то делать. Ну что, ребята, есть у нас еще кто-нибудь здесь? Сейчас фокус точно не показывайте мне. Да, есть у нас фокусники. Покажите мне фокусы, побраться. Кто есть? Я даже не представляю. Я кого-то нажимаю. Я не знаю, простите, если я кого-то не увидел. У нас музыкальная пауза. Заказывайте песни. Короче, что-то очень долго подключается. Простите, мы отключаемся. Сейчас подключим еще к кому-то. Кто здесь есть? Люди слетают. Вот кто-то есть. Я не знаю, простите, опять. Лакост. Yeah. Опа. Жизнь. Салам, брат. Привет, я очень вообще просто, я в шоке. Я не думал, что я подключусь. Короче, прикол. Братан, видишь, рандом, это наша жизнь. Как ты, брат? Как тебя зовут? Да я спине, пожалуйста. Это вообще, это просто жестко. Как тебя зовут, брат? Меня зовут Кирилл. Мы с тобой тескидим. Кирилл, серьезно. Четверочка тебе летит, брат, тезка. И расскажи, Кирилл, сколько тебе лет? Мне 16. Нормас. Ты подрастаешь. Красавчик. Будущее. Я, типа, тоже, короче, музыкой занимаюсь. Вот. Типа, пишу треки. И меня вообще сравнивают с тобой, короче. Прикол. Типа, я делаю в своем стиле в каком-то там, короче. Ну, вот. Там самая проблема в том, что даже я не знаю, какой у меня стиль. Вот в чем проблема. Я бы тоже хотел делать в своем стиле треки, но я каждый раз что-то делаю непонятное. И меня это пугает. Ну, я, типа, просто... Ты какой-то серьезный. У тебя все окей, брат? Вот. Я не знаю, я прямо вообще просто сейчас в шоке в таком нахожусь. Типа, ничего говорить не могу. Мне очень приятно, что ты со мной пришла на связь. Вот. Если тебе приятно, то мне неприятно. Прикинь, как неприятно, если тебе приятно. Значит, нам обоим приятно, братан. И это очень приятно. Это жестко. Как разве дела? Одиннадцатый класс, это в школе? А, да, я в десятом классе, короче. Такой одиннадцатый класс или десятый, да? В десятой в школе, типа. Ну, nice, что я тебе должен сказать. Да, в музыкалке еще, типа, пошел развиваться, там, на гитаре, короче, начал играть. Вот уже второй год, типа, играю. Ну, собственно, сейчас вот. Да, получается. А можешь что-то рубануть? Есть у тебя гитара под боком? Можешь рубануть что-то? Типа, кавер на тебя могу рубануть. Давай, давай послушаем. Давай, конечно, давай послушаем. Это круто, почему нет? Ну, блин, не знаю, я сейчас очень сильно волнуюсь и, типа, ну вот, короче, гитара. Да, братан, ничего страшного, все волнуются, что-то, ну, типа. Да-да, большинство. Все свои все равно, какая разница, все свои. Сейчас замутим, сейчас, сейчас, сейчас. Пять сек прямо внизу. Вон, смотри, тебе Ливан пишет, тебе Ливан пишет, давай играй, братан, тебя смотрит величайший гитарист. Величайший исполнитель, артист и продюсер, просто послушай. Вот, гитары, собственно. Пять сек. Блин, ну я не знаю, короче, как это будет. Сейчас. Мне кажется, будет четко. Что? Ребята, подержите, подержите плюсиком, пацана, давайте заплюсуйте его по Шурику. Да, кстати, пользуйся случаем, у меня скоро клип выйдет. Давай, давай, пользуйся случаем, я сейчас тебе тоже плюсик поставлю, брат, давай, заплюсуем тебя сейчас. У меня вот в профиле, типа, все. Все, сейчас, Сэш, у меня там все с это, обстановочка. Так, все, готовы? Давай. А все будет, сейчас я разыграюсь. Закова мелодия. Все, сейчас пойдем играть. Закова мелодия. Чтобы навсегда мы клеили с пепла. Все эти слова падают крытым небом. Простным чувством я закрыл глаза навеки. Прости, малая, но мне надоело. Эти, и не вспоминай меня. Эти, и не вспоминай меня. Бро, не волнуйся, на самом деле круто, не волнуйся, ты че гонишь, это круто, это охуенно вообще. Я, короче, все, прям, я очень сильно разволновался. Ну, блин, я просто недавно начал ее, как бы, разбирать. Но тут сам сыграл факт от того, что ты все-таки это сделал, ты не слился, ты мог сказать, что у тебя гитара сейчас не при себе или она расстроена, ты это сделал, братан, ты красавчик. Не важно, как, главное, ты это сделал, понимаешь, это и есть ключ, короче, к движению. Не важно, как, ты в любом случае все равно натаскаешься и сделаешь это каждый раз, ты будешь делать это еще круче. Тут сам факт в том, что ты это сделал сейчас, понимаешь, и ты в этом красавчик, братан. От души тебе вообще, от души тебе, если наша музыка как-то тебе помогает, значит, ну, и нам лучше от этого, и мы понимаем, что мы любим все правильно. Спасибо, что послушал, я правда волновался, но я что-то попытался сыграть. Бро, никогда не волнуйся, это все мелочи, показывай себя так, как ты есть, это все херня. Ну, я тоже музыкой занимаюсь, как бы, свои песни у меня есть, и вот, типа, может быть, что-то как бы от тебя научился, спасибо тебе большое. Смотри, сколько людей тебе сердечки понаставляли, видишь, сейчас вот люди тебя поддерживают. Ты меня переводил. Я... Ну, короче, ты в Саратов как-то не собираешься, походу. Я не могу тебе сказать точно, но мне кажется, мы будем там скоро, я не скажу тебе точно, но вполне возможно, мы доберемся до Саратова в ближайшем времени. А, слушай, а можно как-нибудь я тебе на оценку клип свой скину, когда он мне выйдет? Как мне выйдет? Смело пиши, брат, смело пиши. А куда можно тебе написать у меня, типа, клип вот прям на днях? Я смотрел, сколько людей тебя увидело вообще сейчас. Я думаю, ты когда его вылазишь, наши ребята, которые ведут аккаунты, ну, у нас очень много людей, они уже по-любому тебя заметили, которые не делают, они делают так, чтобы я его увидел, брат. У меня просто эмоции, я в шоке. Братан, развивайся, тебе добра, энергии, позитива, рад был тебя услышать и видеть, и спасибо, что ты не забоялся и сделал то, что ты хотел сделать. Спасибо тебе. Обнимаю тебя, брат. Давай, давай, на связи. Видите, ребята, берите пример с пацана, вот не засал и сделал, хотя бы мог слиться и сказать, да, блядь, гитара там, где-то там, я бы на самом деле, возможно, тоже так сделал и слился бы, не буду брать, но он красавчик, хотя бы он уже сильнее меня, потому молодец, огромный молодец. И вот так и живем, видите, мне очень приятно, что у нас такие люди и такие простые, охуенные и прекрасные. Ну, что вам еще сказать, мы уже почти приехали, я, к сожалению, должен покидать эту трансляцию, но я думаю, скоро времени мы вернемся. И обязательно с вами еще пообщаемся, потому спасибо всем огромное, вообще, кто на связи. И, кстати, да, скоро у нас будет много новенького, много новенького. А по поводу трека, кстати, меня очень много спрашивают Макмиллера, который мы сделали презентацию в главклубе на московском концерте. Ребята, я не знаю, или мы его будем релизить. Ну, я просто сделал этот трек в память отличному артисту и исполнителю. И, ну, есть всегда свои моменты, потому, я не знаю, пока я не могу ничего обещать, потому, пожалуйста, не задалбливайте меня с вопросами, когда же выйдет этот трек. Я не знаю, ли он выйдет. Я его просто сделал, я его просто презентовал один раз и, ну, в память о человеке. А выйдет ли он, не выйдет, я не знаю. Ну, короче, время покажет, не знаю, пока я не особо готов. А так, спасибо всем огромное, всем добра, позитива и на связи.